Недавно мы беседовали на тему поиска работы с руководителем рекрутингового портала, который озвучил интересную мысль. К поиску работы многие казахстанцы сегодня относятся, ну, как к женитьбе. То есть за первого встречного не пойдут, будут выбирать долго и тщательно. Порой месяцами, порой больше года есть такие факты. Однако подобная избирательность, она отнюдь не оправдывает общую статистику роста безработицы в Казахстане. Взаимосвязь факторов здесь гораздо более очевидна, более широкая. И мы попытаемся еще раз подробнее эту тему раскрыть сегодня с Ермеком Гирюлиевым. Это руководитель рекрутингового агентства ФССА на этот раз. Добрый день, Ермек. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, смотрите, что говорит статистика. За первое полугодие 2021 года с работы ушло почти 502 тысячи человек. А официальные данные, вот сегодня также озвучили, 406,4. Это те, кто уволились по собственному желанию. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это рост на 15%. Вы как считаете, какие причины основные? Вам видны вот эти тенденции, исходя из ваших источников? Ну, у нас есть тоже понимание, что официальный уровень безработицы, безработицы, Казахстане, он находится в пределах развитых стран, да, там ниже 5%. То есть, но у многих игроков рынка есть понимание, что реальный уровень, он выше с учетом там СМС-занятых, с учетом СИП и тех, которые по ГПХ работают. То есть, вот казахстанский рынок, да, он характеризуется двумя вещами. С одной стороны, у нас большой процент безработных, а с другой стороны, у нас идет нехватка квалифицированных специалистов. И мы понимаем, что все больше и больше квалифицированных специалистов, и особенно молодых людей, они покидают страну, и мы понимаем, что это связано с целым рядом экономических и социальных факторов. То есть, такие как, например, девальвация тенге, это там проблемы с медициной, с образованием, там, бытовой неустроенность какой-то. И в целом, мы считаем, что миграция на рынке труда сказывается негативно, потому что даже мы у себя в своей работе очень часто сталкиваемся с тем, что мы не можем найти квалифицированных специалистов, и мы вынуждены их привлекать из-за рубежа, там, привлекаем иностранных специалистов, особенно в таких индустриях, как нефтегазовая, нефтесервисная, там, IT-индустрия. Но вряд ли те все 500 человек или 400, там, 6 тысяч, да, это специалисты, которые там в нефтегазовой сфере будут работать. И однозначно все списывать на миграцию, ну, мне лично так кажется, не знаю, как вам, тоже не совсем верно. Вообще, эта диспропорция, она довольно интересная. С одной стороны, люди, вернее, работодатель ищет, не может найти квалифицированного. С другой стороны, человек сидит, иной раз по году ищет работу, да, по несколько месяцев без работы сидит, и тоже у него требования высокие. Как вообще этот баланс обеспечить, чтобы те, кто ищет, находили, те, кто кому нужны, также получали достойных? У нас был такой опыт, когда мы сталкиваемся с тем, что мы работаем с такими ведущими университетами, с профильными организациями, и мы сталкиваемся с тем, что выпускники очень часто, их навыки не соответствуют ожиданиям рынка. Это о выпускниках речь? Те, кто только закончил вуз и колледж? Да, то есть, и, как бы, вот даже если, например, посмотреть практику иностранных компаний, ситуация там на иностранных рынках, то есть, там вот, у них есть профильные организации, да, то есть, там пришел сварчик, там пришел там рабочий, там отучился 3-6 месяцев узко профильно там по своей сварке, очень хорошо ее знает, и сразу без отрыва от учебы уходит на работу, на практику, и начинает это все применять на деле, то есть, они не учатся 3 года, там, и такие, не учат такие предметы, там, например, как культурология, там, ну, я не знаю, там, или галереи. Понятно, да, да, да. На какие профессии сегодня наибольший спрос? Ну, мы чувствуем острую нехватку именно в технической специализации, то есть, у нас... То есть, вакансий много именно здесь? Да, вакансий много именно здесь, то есть, не хватает именно вот этого профтех... Качественного профпрофессионально-технического образования, чтобы они нам выпускали и давали, там, хотя бы, там, базовых таких рабочих, там, как сварщики, там, трубомонтажники, там, слесари, то есть, и вот здесь вот мы все время с этим сталкиваемся, что очень часто, там, вынуждены сварщиков приглашать из Турции, да, хотя мы можем, там, своих, и у нас есть, конечно, внутри своя программа, где мы участвуем, они краткосрочные курсы, где мы помогаем, там, нашим местным специалистам, это вот в рамках национализации кадров, мы дополнительно обучаем и даем им международные аккредитации, сертификации, вот чего очень часто тоже не хватает, и потом трудоустраиваем уже в иностранной компании. Хорошо, в таком случае, исходя из этой логики, государство должно какие-то шаги предпринимать, чтобы вот не вы этой работой занимались, а на системном уровне вся система образования. В принципе, сейчас же мы видим, тут и дуальное обучение у нас делается, и рейтинги проводятся, да, различных вузов, там, когда пытаются максимально обеспечить баланс соотношений образования и работодателей. Ну, это такой широкий вопрос, да, государство, конечно, должно участвовать, и оно, на самом деле, уже проводит реформирование образования, то есть мы видим, что есть такие большие белые пятна, там, как даже вот в дошкольном, в школьном образовании, такие как КТЛ, НИШ, там, есть, и отдельные университеты очень яркие, там, выходят, то есть и государство также часто спонсирует частные школы, частные, там, профтехники. То есть в этом оно уже участвует, но это вопрос не одного дня, то есть там, это будет требовать активного участия, там, профильных министерств, там, министерств образования, министерств труда, там. Ну, пока это делается, да, люди продолжат сидеть без работы, работодатель продолжит тщательно и долго подбирать своих квалифицированных сотрудников, в том числе из-за рубежа, как вы говорите. Интересно, интересно в этом отношении, буквально еще напоследок, профессии будущего, сейчас о них много говорят, есть какие-то интересные профессии, которые сегодня предлагает работодатель? На которых нельзя найти специалиста, потому что такая, ну, экзотическая, можно сказать. Да, очень часто это уже, наверное, больше уходит в область IT-специалистов, там, 3D-моделирование, там, девелоперы, тестеры, там, это робототехника с участием, там, каких-то автоматизированных систем, дронов, там, дронов в виде охраны, доставки, там, анализа данных, то есть... Ну, реальные вакансии, которые уже размещаются, да? У нас уже есть такие вакансии, да, то есть мы, к сожалению, например, вот была вакансия, там, для работы с этими дронами-роботами, там, по анализу и внутри трубопроводов, то есть мы, например, были вынуждены, там, искать их, там, за рубежом, то есть мы здесь не смогли найти. Ну, конечно, мы сейчас смотрим, у нас есть, в нашей группе есть и тренинг-центр, и мы сейчас пытаемся это, как сказать, это образование привезти сюда в Казахстан. Ну, ладно, сначала обучим традиционным, потом уже будем о специалистах по дронам думать, я думаю. Спасибо вам большое за ваше мнение, Еремек Кирюлиев у нас сегодня был в гостях, руководитель рекрутингового агентства FSSA. Спасибо. Спасибо.